я вас приветствую на канале сегодня мы будем делать эксклюзивное украинское блюдо это галушки но галушки как вы знаете бывает полтавские да но мы сегодня приготовим с вами черниговские галушки это особые галушки которые как говорится выключена для еды как говорится да вот поэтому будем сегодня готовить именно галушки с мясом с лучком как отдельно блюдо поехали но для этого понадобится килограмм картошки лук 4 штучки масло подсолнечное перчик муки где-то грамм 800 где-то может быть больше может меньше посмотрим соль сало причем сало обычное без прожилок не генеральская 600 грамм фарша 3 яйца может быть два может быть ритм посмотрим ну и конечно же кристально чистая вода и первым делом нужно нарезать картошку для того чтобы ее отварить ее нарежу кубиками чтобы она быстрее сварилась так где-то такими кубиками пополам четвертями как угодно на наш об она быстро сварилась и мы могли приготовить из нее пюре так наливаем сюда воды так но хватит сюда сразу добавляем соль чайную ложку лучше больше чайной ложки включаем и варим картофан до готовности так картошка у нас отварилась теперь ее сюда выложу и на приложить и остудить самое главное но до такого состояния почти разваренная но вот эту жидкость вот когда кондюр вот это да мы его пока не выливаем по одной простой причине что нам нужно будет для того чтобы замешивать тесто картошка должна остыть пускай остывает картошка почти остыла нам нужно ее сейчас растолочь поэтому берем насадочку добавляем сюда немного перчика чуть картошка еще не полностью остыла еще раз подтверждаю полу остывшая добавляем сюда немного подсолнечного масла чуть-чуть буквально так добавляем сюда отвара картофельного картофельного это капелька это столовых ложек там несколько включаем наш агрегат 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 сейчас включаем и это нам нам нужно все растолочь делаем пюре если не хватает воды а ее может не хватить мы добавляем сюда еще чуть-чуть воды нашего кондюрчик чуть-чуть чтобы у нас была такая ну пюрешка а 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 остыть то чтобы продолжать дальнейшее действие так главное остудить остудить потому что горячим нельзя дальше продолжать на горячему него не имею так перешечку остужаем до комнатной температуры пока у нас остужается картошка мы нарежем лук нам нужно можно короче нарезать а можно я его буду готовить в этом блендере потому что я потом буду добавлять фарш фарша у нас где-то грамм 600 2 2 такие средние головки я нарезаю добавляем это все сюда в блендер так и размельчаем можно конечно мелко нарезать но не вижу в этом смысла но до такой консистенции доводим красиво нужно тащу чуть-чуть собрать еще чуть-чуть размельчить супер но такая каша нужно получить беру я выкладываю фарш фарша где-то грамм 600 ну 650 вкладываем фарш тарелку сюда добавляем лук обязательно не забываем посолить чайную ложку соли может даже наверное где-то полторы чайной ложки обязательно поперчить поперчить наш фаршик щепотка немного на вкус кому как говорится нравится и это все дело так и перемешиваем нужно хорошо перемешать чтобы лук соединился с нашим фаршем фарш здесь свина говяжий 50 на 50 нужно делать это из свиного фарша можно делать из телятины из говядины как как вам угодно но фарш должен быть такой нежирный почему потому что если это все делать жирным фаршем но она туда не очень вкусно будет поэтому я делаю такой средний фарш но он должен быть сочным сочным поэтому сюда нужно нужно он должен быть сочным то чтобы сок был хороший нужен здесь лук поэтому сейчас я это отправляю холодильник где-то на минут 10-15 итак картошка у нас полностью остыла и нужно до комнатной температуры довести вставляем сюда это наш чистый меситель сюда добавляем пока что два яйца потом будем смотреть пока не знаю так же как и лука вот будем смотреть пока я взял 800 грамм муки пока нам больше не нужно добавляем два яйца пока что два яйца будем смотреть и ставим нашу машину чисто мешать ему и на умели мы постепенно сюда добавляем мука просеяла постепенно будем добавлять сюда муку постепенно добавляем муки а чуть-чуть чтобы у нас тесто получилось однородное если тесто будет сильно такое теплое может добавить туда плюту и собственно тендер а пока добавляем будем замешивать а красота Ну пока что где-то грамм 600 Замешиваем Замечаем, что мало воды, добавляем кондёр Добавляем кондёр Оставшуюся Тесто должно быть такое, ну как бы на пельмени Замешиваем дальше Отлично Замешиваем и Ждём Третье яйцо я бросать не буду, потому что оно попросту не нужно Тесто вымесилось Я отключаю и даю ему отойти Уже тесто вымешано, руки чистые, абсолютно чистые руки И мы этими руками Сейчас вот берём это тесто Оставляем это Ложечку сюда Добавляем сюда муки Для того, чтобы нам раскатать тесто Нам нужна мука Выпираем сюда Выпираем сюда Тесто 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 оно такое достаточно упругое Но в тот же час оно эластичное Это оно то, что нужно Ох, какая красота Тесто 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 Так Кстати, если тесто останется Оно Скорее всего останется Потому что фарша Ну, немного Как бы Да Но Мы будем делать Глушки, скажем так И на сегодня И на завтра Вот так Выминаем тесто Но должно быть мягким Надо добавить муки Чуть-чуть Присыпем Ох, класс Тесто мнётся вообще Ну, просто Ну, вы видите, да Это красота Красота Такое вот тесто у нас сейчас получится Так Вот Сматываем его в клубок И оставляем где-то На минут 5 7 Просто В таком положении Просто В таком положении Присыпаем Чуть-чуть мукой Чтоб оно у нас В таком состоянии Кстати, оно тёплое Оно ещё тёплое Потому что До комнаты температуры Я его держал И оно тёпленькое И вот В этом состоянии Оно должно постоять 5-7 минут Максимум Тесто у нас настоялось уже Оно такое Плотненькое Классное Хорошее Сейчас мы его Будем резать Нам нужно его Так вот Собрать Так Ещё раз Соберём Отлично И Режем На такие вот кусочки Раз Кусочек Два Кусочек Три Кусочек Четвёртый И Отправляем Это всё Пока что Тут Оно будет Лежать Так Так Добавляем Муки Мука Нам нужна Чтобы Не застаивалась Делаем Из Пуска Одного Такой вот Такой вот Кусочек И Режем его На части Раз Раз Два Три Отлично Шарики Катаем Уже готовить шарики Можно иначе как-то Его главное размять Это тесто нужно размять Вот так Вот так Можно взять скалочку Нужно её не брать Разрежем ещё пополам Что-то много Вот так Тоже пополам разрежем И Делаем Скалкой Такой шарик 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 Раз Два Такой вот Шарик Делаем Так Отлично Главное Чтобы Был широким Чтобы мы могли завернуть сюда начинку Это не пельмень Это не пельмень Это не пельмени, это не вареник, это галушка. Галушка должна быть толстой, она такая вот. Это галушка. Разровняем, чуть-чуть разровняем. И пойдем за начинкой. А начинка у нас мясная, поэтому вот наше мясо. Где-то, ну вот столько вот, мы сюда заворачиваем. Вот так вот берем. И это все складываем как, ну как вареник, ну почти как вареник. Я объясню почему. Потому что его нужно слепить, а потом его нужно вот так вот взять и вот таким вот комочком приплюснуть. Вот эта галушка, вот она. Я ее отправляю сюда, на досточку. Делаем следующую галушку. И так производим все, вот все тесто, да, мы его раскатываем, раскатываем, раскатываем. Добавляем мяско. Добавляем мясо. Вот так вот. И вот так вот его заворачиваем. Чик, раз. Как вареник. Ну, фатиси как вареник, да. Его можно, в принципе, заворачивать как вареник, но это галушка, это не вареник. Ему нужно придать форму галушки. Так взвернули, приплюснули и такой пирожок. Все, отправляем на досточку. Делаем следующий. В общем, прошло каких-то 20 минут, я налепил вот таких вот пирожков. Вот это галушки, да, галушки. Да, они большие, на самом деле их можно делать меньше, но я вот люблю, когда они побольше. Осталось тесто. Мы с тестом делаем следующее. Просто разрезаем его вот таким вот образом и оставляем его тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Поджаривал я шкварочки. Вот они вот такие вот у меня вышли. Да, можно было еще больше сала растопить, но я этого не делал по одной простой причине, чтобы, ну, чтобы сало было как сало. теперь мы переходим к непосредственно нашим галушкам которые уже подошли и мы сейчас их будем варить так пановые я закипятил водичку закипятил 5 литров воды целых 5 литров мы должны обязательно подсолить чайную ложку там две чайной ложки закинуть соли обязательно я полторы закинул и медленно плавно опускаем наши наши вот эти вот маленькие пирожочки такие вот так раз 2 с 3 с кусочки такие надо обязательно помешивать мешаем обязательно чтобы она у нас не прилипла на медленном огне это все варим на медленном медленном огне очки так еще один шоу и вот кусочки такие большие крупные кстати можно готовить на пару на самом деле но на пару но дольше намного дольше и я считаю что на пару это не знаю на воде как бы до воде но готовится много быстрее чем чем на пару так опускаем мешаем обязательно нужно помешивать чтобы там не слиплась и варим где-то минут 15 где-то так то есть они сплывут их нужно варить еще где-то минут 10-15 до готовности так красота какая красота а это не вареники ребята это не вареники это вкусняшка кстати как пирожки выглядят я вот их так вот подарю на еще один пускаем и варим до готовности минут 10-15 причем крышкой мы не закрываем крышкой ни в коем случае закрывать нельзя она уже почти отварилась короче где-то надо не всплыли на ложке на шагат уже еще минуты две-три варил я реально где-то минут номер на 15-20 так серьезно сейчас мы сюда в эту магитру крышей перебросим туда закинем сальцо с цыбулькой со всеми делами будет класс оставляем еще на пять минут пять минут покипеть так нас галушки приготовились сейчас я первую очередь я прогретая салко я достаю сюда прямо сюда посыпаю чуть-чуть чуть-чуть буквально чуть-чуть не нужно вот эту магитру ее нужно немножко сплеснуть так красота теперь берем наши галушки наши галушки они готовы раз два три можно добавить кстати сливочного масла чуть чуть-чуть сливочного масла чуть-чуть сливочного масла будет вообще прекрасно но обойдемся без него так вот они красавцы и добавим сейчас туда добавим сейчас туда еще наши заправочки добавляем сюда оставшиеся дня еще на завтра осталось короче остались мои красавчики завтра приготовим еще ну завтра поджаривающий лучок вот все то что осталось как бы да вот я ставлю его в морозилочку как пельмени либо там на холод выложу и мы накидру это все так вот взбалтываем и даем настояться буквально минут десять потом будем употреблять и и и и и и и